всем привет что сейчас творится у нас на оке вода все еще высокая для опять дожди прошли на час опять подниматься будет на спиннинг клюет очень плохо ездил на налима вот берег весь затоплен донки очень трудно закинуть ну кое-как закинул из 10 донок ни одного налима не пойму вообще ничего не поэтому показать особо нечего а вот в августе сентябре рыбка отлично клевала и наснимал я там много роликов которые не успел выложить вот предлагаю вам сегодня посмотреть одну из этих рыбалок это где-то начале сентября надеюсь что приятно будет вспомнить более теплые деньки всем привет начало сентября такое время когда не знаешь на ловить то ли идти хищника ловить то ли еще летними снастями почему но потому что температура воздуха упала резко сейчас вот днем чуть больше десяти градусов а ночью вообще почти ноль но вода остывает гораздо медленнее и она еще достаточно теплая я пару раз ходил со спиннингом покидать вот результат это пара окуньков не больше как-то видимо еще не зашевелилась рыбка хищная правда там профессионалы профессионалы ловят все время вот а я на спиннинг вообще не очень поэтому сегодня решил еще раз попробовать с летними снастями обычно две тонкие заброшу на сало и пенопласт а сам буду ловить на удочку на зерновые насадки пшеница горох кукуруза ну и посмотрим будет еще сегодня клевать летняя рыба или нет обычно я здесь на удочку на пшеницу на зерновые насадки ловлю со дна ну а сегодня решил попробовать сначала проводку половить вообще сколько я не пробовал сравнивать здесь ловлю проводку и со дна всегда выигрывал со дна и поклевок больше рыба крупнее но проводку гораздо интереснее ловить прямо ловишь удочка в руке живой нерв все время проплыва плавка контролируешь попробую с попыткой не пытка а если не будет перейду на проверенный способ ловли со дна как я люблю говорить на стук удочка и катушка все одинаково что со дна что проводку только так я привязываю оснастку поплавочную а так грузик с поводком вот вся разница для ловли в проводку все оснастки у меня заранее уже подготовлены вот на таких мотовильцах просто привязываю к основной леске сейчас выбрал вот такой поплавочек два с половиной грамма грузоподъемности фирмы эксперт мне очень нравится формах таких поплавков такая вот ретинообразная и кончик такой заостренный можно огрузить вот спасам и верхний этот красный кончик можно чуть выше очень чувствительный поплавочек мне такие очень нравятся ну сейчас попробуем огрузка у меня стоит из низких дробинок внизу самая мелкая дальше покрупнее они двигаются свободно можно передвигать по-разному будет на насадка двигаться крючочек довольно маленький по моему 14 номер или 12 не помню уже тоненький главное чтобы он был очень острый проверяется так на ноготь если сразу цепляется значит все в порядке крючок костры сейчас попробуем есть я думал это зацеп а это рыба эх черт сошла блин нормальная была ничего себе да платвичка видно там есть вот что осталось от пшеницы одна шкурка я смотрю что поплавок ныряет но до этого там был просто зацеп ну то есть более мелкое место и поплавок начинал уже прыгать но как правило в таких местах и берет так мы сейчас еще попробуем немножко погонял поплавок проблема оказалась в том что здесь очень слабое течение по весне было конечно течка намного сильнее и проводку можно было нормально сейчас поплавок еле плывет для пшеницы это плохо попробую какое-то время половить не получится перейду на ловлю со дна перейду на ловлю со дна ага первая поклевочка на донку вот она есть поклевочка посмотрим кто кто клюнул у нас какая-то рыбка вроде есть поможете нет кормушка не вымылась тяжелая нет сидит что в традиционно мелкая белоглазка первый звоночек на донку традиционно мелкая белоглазка такие вот лопырики есть клюют довольно часто но бывает и покрупнее будем надеяться такого конечно такую конечно отпустим кормушка кстати полностью освободился от корма это значит он недостаточно липкий чуть водички добавить я его замораживал морозилки влага вымораживается и корм становится более сухой поэтому немножко вот так сбрызнул помешаем сейчас станет более липким вот такой шарик пенопласта насаживаю с ним крючок плавает но тут совсем не страшно смотрите вот так кормушка лежит и вот так вот он плавает то есть если лещу здесь ест то ему как раз вот прям под носом этот ковчок с пенопласта поэтому она часто и берет вот так вот 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 очень часто так бывает случается поклевка на донку я хожу проверяя при этом удочку обычно кидаю с насадкой это у меня здесь поплавок рядом с берегом плавал и смотрите вот она платочка маленькая буквально здесь вот метров пять от берега держится вот такая вот рыбка все-таки на пшеничку реагирует жалко не удалось первую учить там было явно покрупнее ну попробую сейчас еще надеюсь надеюсь поймаю это кто так еще может клевать только головлина сильнейшая поклевка на донку аж вырвало спиннинг из земли наверняка это головы так он может так да ой хороший хороший вот он вот красавица ухты на прям на два крючка все спокойно 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 поздно пить боржами вот друзья отличный голова сразу на два крючка засекся видно первый сначала взял потом и 2 на сало 2 ему в рот залетел смотрите какая замечательная рыба головель такой районе пол я так думаю отличная красивая рыба так давайте для интереса завесим головлика посмотрим какой у него вес 590 грамм почти 600 нормально сейчас подарим этому красавцу свободу потянула на 600 грамм личная рыбка чуть спиннинг у меня не уволок давай сейчас ты поплывешь ну вперед погнал погнал красавица головли я не беру по причине их плохих кулинарных свойств можно конечно приготовить но я не люблю это делать поэтому головлей всегда отпускаю головой разжевал сало поэтому насажет свеженькая аж стойку согнул головель так долбил хорошо хоть не улетел совсем спиннинг то уже хотел улетать на одной катушке держался подряд две поклевки на донке первая такая легенькая дзынь-дзынь гологлазка мелкая вторая как долбанул гологлазка вырвала спиннинг я втыкал в песок комлю вырвал комель хорошо на катушке повисло так бы я бы утащил бы спиннинг уложил точно то есть покрепче укрепил я думаю больше не утащит а мы с вами продолжим ловлю на поплавочную уточку перед тем как на донке у меня были поклевки я немножко кинул пшеницу надеюсь что это привлекло какое-то количество рыбы сейчас попробую это проверить и и поймать зацепил кого-то но не крупная какая-то рыбка латвичка смотрите какой шрам ты и цепанул кто-то или судак или щука зубами хлоп инвалидов я отпускаю всегда 2 вообще на конечно маленькой поэтому в любом случае я бы и отпустил давай проведи нам покрупнее рыбку добрый путь опять донка пошла опять мелкие такие подергивания на крышке не бьет белоглазка не крупный дерг дерг вообще никого однако дергала дергала и не попалась хитрая третья поклевка на донку в этот раз мимо странно вот я шел она все дергал 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 подошел перестал дергать чуть-чуть подмотал и она опять дергал 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 обычно это бывает когда уже сидит рыба вот еще может быть она и сидела мелкая и отвалилась просто по дороге пока тащил ну что перекинем еще раз в этот раз насадка вся на месте и сало пенопласт а вот каша вымывается ну да вот это мороженое конечно когда она то она становится гораздо менее липкой несмотря на то что я вроде и воду добавил но все равно она уже не такая липкая как изначально поэтому вымывается будем экономить что мне так сейчас кончится мне больше каши нету вообще прикормки больше нету в общем что это больше часа пробовал я здесь наладить ловлю на поплавок проводку толком ничего не получается поймал пару плотвичек некрупных и все в чем главная причина ну во первых здесь слишком слабое течение очень долго полет поплавок это для ловлены пшеницу не очень хорошо побыстрее было но главное это рельеф дна то есть вот справа там яма там очень глубоко и течение вообще почти нет там пшеницу ловить не получится нормально и дальше идет довольно резкий подъем и дальше совсем мель то есть доходит поплавок до вот этого выхода на мель и все то есть он либо цепляется либо ложится на бок в общем нормально в проводку здесь это извращение ловить поэтому перехожу на старый добрый проверенный способ ловли со дна на стук ну и остаток рыбалки на удочку половлю со дна так что-то на пшеницу совсем кисло сейчас попробую на кукурузу я прошу раз когда здесь ловил лучше клевал на кукурузу правда на мне такая мороженое совсем мягко но попробую блин засек на кукурузку вот сколько кидал на пшеницу нефига вот поставил кукурузу пошли поклевки какая-то кстати средняя рыба как обычно здесь тащишь там на донку дергает но это голавлик у нас здесь голавлик а там кто интересно дергает сейчас голавлик отпустим посмотрим сходим туда дергает ну да леска слабо сейчас подтянем дергает посмотрим клевала явно не крупная рыба какая-то даже по-моему не засеклась нифига или сидит что ли да поклевка на донку вот такая позорная рыбка засекла где-то сбоку за за глаз за щеку такой конечно отпустим не пенопласт она умудрилась видно тыкалась тыкалась и дотыкалась прикормки осталось на заброса на 4 еще в принципе уже скоро обед на домой пойду бывает что под конец рыбалки хорошее что-то попадает в прошлый раз как раз я уже почти собрался тут раз плотва отличная голавль крупный посмотрим еще есть время немножко это раз мимо нет сидит оказывается что-то я потащу первый раз вот первый потяжку сделал даже не почувствовал что там рыба может он и догнал может быть вот еще голавлик кукурузу горло голавлик ловит по плотвы нету плотва наверное подумал что все лет кончилось больше клевать не надо на кукурузу голавлик мелкие подергивать плотва если она там и клюет но засечься не может видимо мелко сейчас попробую на пшеничку может поймаю плотвичку хочется именно плотвичку поймать терпение как говорится взял ее терпением клевала наверно поклел десять трэн 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 там подожду подожду ну и вот вот она и есть вот такая плотва сегодня крупный синий не хочет клевать хотя вот осенью бывает что как раз активизируется крупная плотва но наверное может быть каких-то других местах скорее всего более каменистых где вот камни там вот любит она а здесь такая ракушка мелкий песочек камушки здесь основном мелкой стоит ну а может другое время надеюсь клюет пока только мелочь на пшеницу кукурузу мелкий голавлик вот все что клюет пока вот сидят рыбаки на лодках это они ловят хищника наживца у них типа донок такие с лодки закидывают и ждут когда будет поплевка я смотрю вытаскивают все время каких-то мелких рыб ну такие меньше чем полкило полкило явно и все собирают их в садки хорошо если это конечно окуни скорее всего это какие-то судачки или щучки и вот они вот эту мелочь собирают собирают скоро вообще рыбы никакой не будет выбивает всю рыбу крупную мелкую среднюю все подряд ой 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 здесь как обычно ну вот стоит отойти но тут же начинает клевать наверно голавлик кто еще может так удочку гнуть ну кстати покрупнее чуть-чуть да нет в принципе такой же вот кукурузку покрупнее насадила и вот там сразу голавлик у кукурузы сегодня один голавлик вот такой вот на этом буду заканчивать рыбалку время три часа рыба практически не клевет пойду домой что показала сегодняшняя рыбалка вот то что белая рыба стала клевать значительно хуже все-таки вода видим постепенно остывает и бель клюет хуже на донке покрывки редкие единственное приличную рыбу сегодня удалось поймать на донке это голавля грамм на 600 чуть спиннинг у меня еле-еле удержался на стойке чтобы катушкой зацепился так бы точно улетел ну голавль всегда так клюет ну там еще мелочь всякая клевала на удочку на проводку ловилась одна хорошая плата вообще сегодня не кривала одна мелочь теребила ну кое-как можно было вот на кукурузу средний голавлик половить ну вот и вся рыбалка в общем не знаю хищника ходил ловить тоже не особо белый тоже не особо даже не знаю кого буду ловить в следующий раз ну подумаем будем пробовать ну это уже все на следующих рыбалках сегодня я уже почти собрался сейчас все в виде оборудования соберу и пойду домой поэтому я с вами спрощаюсь всем всего доброго и встретимся на следующих рыбалках и и